Продолжение следует... Я хотел бы, как всегда, сделать несколько объявлений. В самом начале нашего чата я разместил 4 полезные, как мне кажется, для вас ссылки. Первый из них ведет на наш видеоканал, на наш сайт. И на этом сайте можно зарегистрироваться на все вебинары, которые будут до конца учебного года нашего, до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором уже располагается более 400 записей наших вебинаров. И эта запись уже тоже ведется и будет там в ближайшее время расположена. Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта онлайн-курсы, где мы в настоящий момент предлагаем поучиться на 9 курсах. Десятый курс тоже на подходе, где-то к началу февраля мы его выставим. Ну и наконец последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где после прохождения вебинара можно будет приобрести вебинар об участии в данном мероприятии. А также об участии во всех мероприятиях, которые вы посетили. И наконец я хотел бы дать анонс трех следующих мероприятий, которые состоятся у нас в Директ Академии. Напомню, что Директ Академия это вебинары каждый день. Каждый рабочий день у нас проходят вебинары. И я расскажу про вебинары следующей недели. В понедельник, 21 января, вебинар Натальи Логачевой из ее трека, посвященному работе над диссертацией. Вебинар называется «Диссертационный совет для успешной защиты. Когда, где и как искать, и что учитывать при выборе». 22 числа мой вебинар, продолжающий серию вебинаров о вебинарах, называется «Практические советы ведущему вебинара. Часть первая. Подготовка материалов вебинара». Ну и, наконец, 23 числа, обращаю ваше внимание, в 15 часов по московскому времени, не в 12, как обычно, а в 15, наш, ну, наверное, самый популярный в этом году спикер, Марина Орешко, проведет вебинар под названием «Дополненная реальность библиотеки». Ну что ж, на этом мое вступительное слово закончено, и я передаю слово нашему сегодняшнему ведущему Юрию Николаевичу Беларусь. Спасибо, Павел. Здравствуйте, дорогие. Вы видите на экране тему моего сегодняшнего вебинара. Хочу сразу сказать, что я не собираюсь вас ни убеждать, ни агитировать, ни продавать, ни предлагать какие-то курсы. Я хочу вас проинформировать. Позвольте мне поделиться с вами этими 15 основными компонентами для успешных занятий со взрослыми в онлайн. И хотя зачастую онлайн технологии выглядят для нас очень легкими, провести вебинар, применить какой-то инструмент, надо учесть, на мой взгляд, несколько важных вещей, которые вам нужно увидеть сейчас и понять, что входит в их состав. У этих элементов есть рамки, и я хочу дать вам сейчас краткий обзор. На самом деле я подготовил этот обзор для слушателей моего курса «Эффективный вебинар». Я его не рекламирую, просто лишь информирую, что это один из вопросов для успешного обучения взрослых. Конечно, я мог бы дать и больше подробностей при наличии времени, но даже этот сегодняшний короткий обзор того, как выглядит сеть элементов онлайн обучения с участием взрослых в качестве обучаемых, я думаю, вам понравится. Итак, я буду говорить о 15 основных компонентах онлайн обучения для взрослых. После этого вебинара вы поймете, что недостаточно просто взять и начать строить свои курсы, или проводить вебинары, или записывать свои занятия. Вы поймете это, если будете следовать этим рекомендациям до конца. Конечно, в создании эффективного онлайн обучения гораздо больше сложностей и тонкостей, чем я бы мог бы рассказать в ходе этой встречи. Но для начала я хочу зафиксировать эту структуру успешности в вашем уме. Итак, позвольте мне показать вам прежде всего 6 ключевых компонентов в обучении взрослых. Вот сейчас вы видите только лишь некоторые банальные, абсолютно известные вам компоненты в обучении, в занятии. Это введение, основная часть, и вопросы, и ответы. Вы наверняка с этим согласитесь, хотя можете сказать, что у каждого из вас в своей практике есть масса других элементов. Но я не буду сегодня заставлять их все рассматривать. Я просто хочу сосредоточиться на ключевых компонентах в обучении для взрослых. Итак, давайте посмотрим, что должно быть в таком элементе, как приветствие. Еще один общеизвестный элемент – приветствие. В ходе представления у вас есть предстартовые элементы. Вот они сейчас видны. Прошу прощения за то, что презентация чуть-чуть сбилась сейчас на вебинарной платформе. В ходе представления вы должны дать то, что сразу должно захватить внимание ваших обучаемых. У вас должен быть заголовок, о нем отдельно можно говорить, я об этом рассказываю всегда, но он должен быть такой, который будет понятен и тоже должен захватывать. И он действительно должен быть важен тому, кому вы проводите это занятие, с кем вы проводите, для кого вы проводите. Дальше следующий элемент – это повестка дня, она внизу показана. Это вопросы, четкая повестка, о чем будем говорить. Сегодня мы будем говорить только об этих 15 элементах. Один единственный вопрос. Кроме того, вы всегда должны в этой повестке объявлять, как долго будет продолжаться само занятие или вот этот учебный момент, учебный процесс. Кроме того, крючок, вот этот захват внимания, сейчас я показываю на экране, вот этот захват внимания – это то большое обещание, которое необходимо для того, чтобы посетитель сети все бросил, вышел из интернета и пришел именно к вам и не уходил. Это касается и взрослых тоже. Вы должны показать в этом крючке, в этом захвате внимания, что есть другие ключевые преимущества, которые изменяют его жизнь для прорыва, который он собирается получить. А может быть еще не осознает, но вы помогаете ему этот прорыв осознать, если он будет придерживаться вашей логики все время в ходе занятия. Вот этот крючок, то ли это вебинар, то ли учебное видео, то ли это текстовая лекция. У ученых это часто называется обоснование актуальности, актуальность работы, актуальность вопроса. Вот этот крючок может занять у вас около пяти минут, хотя визуально он обозначается только одним вот таким символом. Таким образом у вас есть то, что вас представило на данный момент, вы представились, и вот этого представления и захват внимания в среднем может занимать от семи до десяти минут. Это все лишь то, чтобы представить вас. Я уже не говорю о том, чтобы просто поздороваться и сказать, как меня зовут и так далее. Ну меня уже представил Павел. На самом деле для вашей аудитории важно, что вы еще являетесь авторитетом, заслуживающим доверия. Для взрослых это очень важно. Вы должны заслужить еще это доверие, чтобы взять их в свое путешествие. На то направление, я говорю прорыва, в новое, в неизведанное, чтобы дать им эту фантастическую возможность, информацию, которую вы доставляете. И на самом деле, что является обещанием, как в ходе вебинаров, так и в ходе занятий. Но это еще только начало. Вот тут некоторые опять символы сбиты, презентации чуть-чуть сбились. Тем не менее, можно здесь понять, о чем идет речь еще в обведении. Для того, чтобы быть вам абсолютно заслуживающим доверия, где ваши участники не студенты, не школьники, вам необходимо, чтобы они сделали выбор вашу пользу. Это важно сделать, потому что если вы не установите свой авторитет сразу, то потом вы ничего не сможете изменить. Вот это правдоподобие, до этого ваша история, с чего началось, вызвать доверие, специальными приемами, методы социального доказательства, это то, что должно быть введение до основной части. И вот только после этого у вас есть право раскрывать свой основной контент. Необходимо это сделать в самом начале, до того, как вы раскрываете контент. На самом деле, вот эта основная часть, о которой мы всегда думаем больше всего, это только лишь половина успехов наших вебинаров и наших занятий, и наших учебных мероприятий, в виде как учебного видео и лекций. У вас в содержательной части могут быть совершенно свои сочетания собственных каких-то приемов и шагов, и она может длиться 30-45 минут, где-то половина из всего вебинара. Но это то, что реализует многообещающие обещания, которые вы должны вначале высказать, заинтриговать. И действительно, основная часть, она служит для завоевания, для достижения целей ваших занятий, ваших вебинаров. Вы в ходе этих занятий не ограничивайтесь вот этой основной частью. Вы хотите доставить им нечто большее, кроме основной части. Потому что всегда после этой части, для взрослых, вы делаете свои шаги к некой особенной подаче. Вот на этом седьмом слайде подача. Я снова выделил эти компоненты вот такими вот шестиугольниками. Обращаю ваше внимание, что здесь не просто эти компоненты выполнить, нужно их выполнить по правильному системному пути, правильной последовательности, один за другим шагом. И тогда ваш результат будет успешным, насколько это максимально возможным. Что это значит? Например, вы должны показать переход на страницу. Например, где выполняется задание, или где можно что-то приобрести, или где можно решить ту или иную проблему. И затем закрыть ее, если возникает, вы чувствуете, а уже объяснили, возникает желание выполнять уже эту задачу. Надо вовремя закрыть эту страницу, этот переход. Вот эти два момента. Потому что это будет выполняться уже ими самостоятельно, после вашего занятия. Вот смысл перехода, показа и ухода, это обычная информационная процедура, которая ничего не имеет общего с продажами, с маркетингами. Это обычная подача, которая должна логически следовать после основной части. Куда нужно пойти после того, как они изучили основную часть. Это еще не все. Затем вы делаете им предложение, например, коммерческое предложение, или предложение подумать, написать эссе, или реферат, или какое-то другое, иное задание. Но при этом вы должны дать гарантию, что не все так гладко, что есть риски невыполнения этого задания. И гарантией этого задания должны являться вы. Вы должны объяснять, что не все получится у вас 100%. Например, если вы что-то продаете для взрослых, какой-то курс, вы должны гарантировать те или иные риски, которые будут вами учитываться, и тогда они вам поверят. Кроме того, вы должны оговорить дефицит, который существует для решения вашей задачи. Например, для решения этой задачи потребуется время, потребуются какие-то дополнительные компетенции, которых у них может и не быть. И вы должны честно об этом дефиците, возможно, сказать. Но при этом очень хорошо и очень важно давать им некие бонусы, подарки, какие-то материалы, какие-то презентации, какие-то сертификаты, какие-то материальные и прочие знаки признания и внимания. Так, у меня тут пропадал вроде бы свет. Думаю, что меня слышно и видно. И вот эти шаги переплетаются как единое целое, как сложный некий процесс. Например, вот призыв, последний элемент в этой подаче, в этой группе элементов подачи. У вас может быть несколько вариантов. И по той же гарантии у вас может быть несколько вариантов гарантии. Вплоть до возврата средств или еще каких-то гарантий. И они являются ключевыми компонентами доверия, которым верят взрослые. Ну и наконец, в последний момент у вас есть время на вопросы и ответы. И то, как вы справляетесь с вопросами и ответами, также может оказать большое влияние на то, насколько ваши обучаемые, ваши слушатели, ваши клиенты смогут решить свою проблему, заработать и так далее. Добиться какой-то своей новой компетенции, роста профессионального и другие примеры. Это происходит всегда, когда вы проводите вебидары, проводите занятия в записи или просто даже встречаетесь с ними в офлайн для какого-то занятия, для какого-то объяснения или информирования. Итак, коллеги, вот это все 15 компонентов для эффективных занятий со взрослыми. Я надеюсь, что у вас теперь есть вот эта основа и теперь вы понимаете, почему нужно готовить занятия то ли на 30 минут, то ли на 60, то ли на 90. Исходя из этой структуры, вы будете составлять расчет времени. Вот это и есть та стратегическая и систематизированная формула расчета продолжительности, которая сделает занятия со взрослыми эффективными. Некоторые эти элементы, они применяются и с детьми, и со школьниками, и с студентами, но это то, что отработано со взрослыми на основе анализа тех практик, которые я изучил. И представляю сейчас вам вот то, что я хочу с вами поделиться не только в моем курсе, но и вот сейчас рассказываю открыто вам сегодня, исключительно только для вас. Теперь я бы хотел, если нет вопросов, можете сейчас задать вопросы чисто по структуре. Все эти 15 обещанных элементов структурно показаны, и я бы хотел прокомментировать все вот эти элементы более подробно, чтобы вам было более понятно, как это применять. Мне кажется, вы уже ощущаете некое настроение от того, что я рассказываю, от того, как должно проходить занятие. Например, когда вы очень быстро представитесь, нужно сразу установить цель занятия, что вы хотите сделать. Вот как сегодня я, я хотел рассказать, моя цель дать вот этих 15 секретов. Спасибо, Ольга Александровна. Давайте еще ваши мысли, давайте ваши еще дополнения. Это интересно. И дать как можно больше обещаний. Вот сейчас, как раз, мне кажется, Ольга Александровна намекает, что социальное партнерство, вот это обещание, это есть элемент, возможный элемент обещания. Но в данном случае должны это обещание выставить вы. И это должно быть большое обещание. Понимание, что они должны понимать, что получат от вас на ваших занятиях нечто большее, что могло бы быть в другом месте и без вас. Вам нужно дать очень вескую причину, вот этот крючок, захват внимания, для того, чтобы они оставались с вами. Вот особенно в онлайн и те же взрослые, они часто могут отвлекаться на самые посторонние вещи, не только дети. И вот этот крючок, захват внимания, это действительно очень серьезный элемент. Мы попробуем, я думаю, варианты таких крючков сейчас написать в чате. Напишите, коллеги, варианты захвата по своему любому занятию или вебинару попробуем провести небольшой тренинг. В чем заключается интрига? Вот, например, сейчас я недавно, точнее, проводил консультирование одной очень крупной компании, как раз для того, чтобы руководителей холдингов, я назвал это управление изменениями, изменить структуру управления информацией на основе специализированных автоматизированных систем. Очень тяжело идет это внедрение, и нужно было им показать. И я как раз этот крючок показывал, что они теряют и деньги, и время, и людей, и клиентов, из-за того, что не умеют управлять информацией. И показывал, а давайте посмотрим, как это сделано в аналогичном холдинге, где это уже все работает. И вы это можете получить. Вот это был вариант крючка, что раз у других это есть, почему бы это не заработало и у вас. Это должно быть не просто большое обещание, но то, что действительно может помочь им понять что-то важное. Это та информация, которую вы с ними собираетесь поделиться, что приведет к значительным прорывам в их жизни, в их бизнесе. И вот это является основной мотивацией, чтобы они оставались с вами до конца весь этот путь обучения. Наполнение кейса бонусами по различным темам, разделам курса и общим учесть при получении полуавтомата. Я понял, что Ольга Александровна 100% работает в ВУЗе. Да, в ВУЗе. Вот это хороший пример, я полагаю, связан с больно-рейтинговой системой. Хотя вот эти автоматы были еще с древних времен, лучших поощряли освобождением от сессии. Но действительно, вот постоянное мотивирование, поощрение в онлайн у взрослых работает тоже. И бейджики, и рейтинги работают тоже. Хотя мы говорим, вот я недавно, мы готовим крупную конференцию, мы готовим доклад, и один докладчик, который представляет Минздрав России, он говорит с руководителями поликлиник, например, больниц, мы стараемся проводить обучение чисто индивидуально и проблемные вопросы не выводить в общее обсуждение. Поскольку это этичная сторона и некоторые профессиональные деловые вопросы должны отрабатываться лично в онлайн. А не выносить на обсуждение с другими неизвестными всегда людьми. Хорошо. Петр Петрович, микрофон был настроен. Давайте мы его настроим. Я не знал, что такое случится. Давайте, давайте. Уходите. Это не для вас. Как меня сейчас слышно, коллеги? Как меня сейчас слышно? Лучше. Спасибо, Петр Петрович. Отсутствие обратной связи в чате означает, что все нормально. Претензия сразу так вот в лоб означает, что человек ждет от этого бесплатного бинара каких-то фантастических чудес. Ну, я с вас деньги не беру, никто с вас деньги не берет, но мы рассчитываем на конструктивную обратную связь. Стало чуть тише. Евгения Юрьевна, хорошо, сейчас чуть-чуть добавлю. Для этого и есть чат, чтобы уметь им пользоваться. Как сейчас. Конечно, Петр Петрович Петров, видимо, постеснялся написать о себе, кто он реально. И поэтому позволяет себе резкие оценки. Спасибо, дорогой Петр Петрович, за то, что вы так резко оценили профессионала. Хорошо. Все нормально. Здравствуйте, дорогой Бронис Броневич. Коллеги, среди нас присутствует один из ветеранов и уважаемых специалистов, профессионалов в сфере онлайн обучения. Бронис Броневич Айс Монтас. Хорошо. Так, спасибо. 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 Вот даже в отношении к какому-то недостатку ведущего мы можем делать выводы о готовности взрослых. А это все взрослые к конструктивному взаимодействию. И иногда, если взрослый находится, который относится резко негативно, проще снять с себя проблему, отпустить его. Пожелать ему всего хорошего, но не давить, пытаться при всех выяснить с ним какие-то личные отношения. Итак, я продолжаю. Вы, коллеги, как я уже просто детализирую, вы должны объяснить, почему вы создали этот проект. Вот мы часто слышим доклады на конференциях. Вот сейчас мы готовим конференцию. Я слушаю, прочитал, просмотрел и не могу понять, зачем докладчик это все рассказывает. Откуда эта боль, от чего возникло это решение, о котором он говорит, непонятно. То ли он для себя создал, то ли для студента, то ли для начальства. Вот это вот надо всегда уметь объяснить взрослым людям очень понятно. И сказать, для чего вы хотите поделиться со взрослыми, со слушателями, с обучаемыми именно этим. И вот давайте сейчас попробуем в чате ответить. Готовы ли вы такой крючок сформировать, просто на уровне да или нет, при проведении вебинара, доклада. Я не сомневаюсь, что среди вас есть ученые, которые знают, что такое актуальность. Да, действительно, андрогогику я сейчас специально не рассматриваю, как на науку или раздел педагогики обучения именно взрослых. Потому что я не заявлял научные исследования, я хотел именно показать вот эти вот особенности, которые выявлены практикой при проведении занятий со взрослыми. 15, я назвал их секретными элементами, на самом деле вся секретность вот этой последовательности в определенности. Потому что когда, например, мы слышим доклад, выходит докладчик, и первое, что начинает, рассказывать свой жизненный путь в онлайн обучении, где он работал и так далее. И это длится иногда по 5-10 минут. И нам уже хочется уйти. Зачем он про себя рассказывает? Нету крючка. И только потом где-то в середине он начинает вот эту актуальность выявлять. Да, действительно, согласен, мы можем обратиться к разным авторам. Но мы сейчас, предмет нашего сегодняшнего обсуждения или рассмотрения для обучения взрослых, это именно 15 вот этих особенных элементов по захвату внимания управления результатом обучения. И я бы хотел добавить, что вам очень важно, когда вы проводите занятия со взрослыми, понять, в какой сложной ситуации находятся они сейчас. И будет очень хорошо, если они почувствуют, что вы их спаситель для решения какой-то определенной ситуации, для определенной какой-то проблемы. Это работает. Если вы не можете вспомнить свою собственную боль или борьбу или трудности, которые были у вас, когда вы с какой-то проблемой столкнулись, когда вы можете им эту боль передать и как вы ее пережили с помощью вашего решения, вашего метода, тогда вы сможете объяснить, почему они, вы можете перейти к тому и спросить, а почему они до сих пор не знают этого метода, если такая же боль есть и у них. И то, что вы будете говорить им, если оно действительно их беспокоит, вы, может быть, даже в ходе вашего выступления усилить их боль, сделать ее более драматичной, более острой, показать, что они находятся в трудной ситуации, которую они, может быть, еще даже не создают. Например, перед аккредитацией или аттестацией вы показываете им эту боль и потом говорите, что вы тот, который эту боль может у них убрать, избавить и дать им какую-то помощь. То есть вы создаете у них некую мечту, которая действительно у них есть, и вы раскрываете эту мечту. Вот это и есть ваш продукт, ваша услуга, ваше решение, которое вы хотите сделать, грубо говоря, отвезти их в некую землю обетованную, в нирвану, в то место, где у них будет решение их проблем и вот этих своих болей, чтобы они могли увидеть, что вы это знаете и можете показать, как это будет. И вы не просто им даете надежду, а даете коренное решение для устранения боли, которую, возможно, вы только что у них усилили. Так, дорогая Евгения Юрьевна, может подойти мотивация научиться лучше говорить, хотя на самом деле практической части там гораздо меньше, чем... Вот хороший пример от Евгения Юрьевны, наша активная участница и лично мною уважаемая коллега. Вот пример культура речи. Вы можете начать с той ситуации, когда на собеседовании пришли два человека и выбрали на эту вакансию не того, который лучше свое дело знает, а тот, кто лучше говорит, увлекательно, хорошо знает какие-то там истории, может быть, анекдоты. А второй кандидат более подготовленный, но у него культура речи была зажатая, неразвитая, и он не смог себя преподнести, и он проиграл. Вот, может быть, эту ситуацию, я вот сейчас чисто спантазировал, может быть, эту боль показать им для актуальности и важности предмета культуры речи. Если бы это здесь были бы военные, можно было бы сказать так, что если командир говорит четко, внятно и понятно, то все его поймут и выполнят. Если он говорит сбивчиво, двусмысленно, неоднозначно, то они могут погибнуть и так далее. То есть, искренность, как говорит подсказы Бронис Броневич, и стремление помочь их решить, а не только на этом делать бизнес, совершенно верно. Я сейчас говорю и о бизнесе, у меня очень тяжелая ситуация, но я спытаюсь и бизнес-вебинары, и бизнес-мероприятия, потому что со взрослыми они уже в вузах, как правило, почти не учатся. Хотя я знаю, что, у меня будет докладчик на конференцию, будет приводить примеры, когда полковник получал юридическое образование дистанционно в 62 года, потому что ему выстроили условия, у тебя нет юридического образования, и вот если ты закончишь, то мы продлим тебе пенсию, и вот он обучался. Но это редкие случаи, коллеги. Взрослые, как вот сейчас модно, вот эта перегретая тема, lifelong learning, она перегретая. Когда люди работают, им нужно решать текущие вопросы быстро, им некогда обучаться, им сейчас не до теории, у них нет времени, на семью не хватает времени, на отдых, еще на работе перегрузка, им обучать нужно именно тому, что нужно их работе. Понимаете? Поэтому нужно именно вот об этом и думать. Зависит от профессии и общих целей. Конечно, но когда мы говорим о конкретном занятии, о конкретном вебинаре, о конкретном каком-то онлайн-курсе, который вы хотите, вот тут нужно не просто быть искренними, а нужно вот эту боль, проблему раскрыть. Реальное применение теории. Абсолютно точно, Людмила Евгеньевна. Да. Иногда хорошая история, которую и так часто делают опытные выступающие, хорошая история с каким-то сюжетом и с красивым концом, из красивого конца неинтересно слушать, она позволяет оценить уровень, оценить, вызвать доверие. Вот мы сейчас про ключок говорим на программах ПК. Вот на программах ПК, повышение квалификации, я, например, встречал по одной и той же программе, проводил не раз, были разные группы. То есть я сделал вывод, что иногда коллектив, может быть, они в дороге там были разные у них условия, может, их плохо встретили, может быть, еще какие-то причины, но почему-то группа отличается одна от другой, хотя рассказываешь вроде бы одно и то же. И когда начинаешь вникать, видишь, а у них, оказывается, это уже есть. У других этого не было, вот так получилось. Или есть у какой-то небольшой группы лидеров, которым это уже все известно, а другим, наоборот, ноль, ничего не известно. И вот тут нужно так выкрутиться, возможно, сделать вот этих знающих, попытаться предложить, а давайте вы будете в роли экспертов, их так мало, мы вот приехали, такая уникальная возможность, и у нас, оказывается, есть такие эксперты, вы превращаете их в своих помощников, потому что вы им тоже создаете некую, не то что боль, а проблему, как бы выплеснуть, как бы передать этот ценный опыт, почему он остается только внутри. Это так. Обмен опытом. Да, вот правильно, обмен опытом, и опытом не просто таким, а вот именно с этим ключком, с захватом внимания. Да, 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 спасибо. Так, Надежда Вич, славно. Это всегда актуальная проблема одного из коллег без имен. На примере, действительно, действительно, вот мы понимаем, что тут ничего такого секретного нет, но, вот возвращаясь вот к этой нашей конференции, мы сейчас готовим, вот буквально вечером получил доклад от одного, ну, супер мастера в онлайн обучении. Не хочу назвать, предвосхищать, не создавать спойлер, он подготовил супер блестящий доклад про онлайн обучение, да. Ну, он рассказывает так, как будто бы он отчитывается перед федеральным экспертом. Оказывается, у них вот буквально недавно состоялась и прошла госаккредитация, и через полгода внезапная проверка ВУЗа, уже аккредитованного. И вот ощущение, что он просто отчитывается, боли нет. Мне, конечно, неудобно его поправлять, но я уговорил его, давайте актуализируем, ну, вы рассказываете про вот этот элемент, про вот эти блестящие решения, и вы ссылаете, что это положено, прописано в приказе Минобра в составе ЭИОС. Ну, а где боль-то? Ну, это вы боль Рособнадзора и боль, может быть, ректора устранили. А для преподавателя, для слушателя, для студента, где боль, где вот эта проблема, ее нет. И слушать уже неинтересно. И он согласился, мы будем переписывать, переделывать доклад. Те, которые саморазвивающиеся. Ну, вы знаете, рассчитывать, что личности педагоги вот так вот пришли, и вы их чем-то им рассказали, и они увлеклись, и пошли за вами, это, наверное, наивно. Вы, наверное, вот это все должны продумать. От представления до ответов на вопросы. Пусть это будет не бизнес, пусть это будет чисто деловое, производственное, внутреннее решение, для решения какой-то внутренней задачи, вуза, а не корпорации, не частной компании. Все равно вы именно вот так будете делать вот это построение. Что после основной подачи вы будете делать вот этот, после основного содержания, основной части, будете делать подачу. Включая и бонусы, и риски, и дефицит ресурсов, и призывы к действию, и гарантии, вы все, если это пропишите, тогда это будет работать. Я рад, что мы говорим на одной волне, работаем на одной волне, понимаем друг друга, и вот вам нужно поговорить о том, что это именно для них предназначено. Но, еще раз хочу сказать, вы исключаете тех людей, которые не подходят для вашего решения. Я сейчас не хочу приводить примеры, но зачем убеждать того, которому это не надо, и никогда не пригодится, и болью не является, тратить убеждение, свою энергию на него не стоит. Они даже еще будут вам больше мешать и говорить против. Но те, которые остаются, вы должны заставлять их чувствовать, что для них это будет справедливо. Не то, что выгодно там больше получать, а справедливо и правильно. И показываете, как эта справедливость наступает при достижении, при применении вашего продукта, даже если вы продаете что-то, что это справедливое вознаграждение его личности. И даже если будут те, которые будут вам не верить, будут возражать, вы все равно должны научиться воздействовать и на них, и дать им право выбора. Например, вы можете сказать, такой вариант, это не для людей, которые хотят быть успешными. Выбирайте сами. Не хотите быть успешными? Я вас не держу. Или второй вариант. Я хочу быть успешным, и это должно быть для меня. Вот, выбираете или первый, или второй. И тот, кто выбирает второй, вы с ними уже продолжаете диалог. Элемент правдоподобия вот на этой схеме, разумеется, вы должны объяснить, что разбираетесь в чем-то и объясняете, для кого это все предназначено. Ваш продукт, ваш вебинар, ваш онлайн-курс, ваша работа, ваша научная работа. Вы должны это объяснить, помогать, убедить им, убедить их в том, что на самом деле это решение не для вас, а для них, для вуза, для кафедры, для студентов, а не для родителей, например. Если это вы работаете со студентами. Если вы покажете, как ваш этот продукт, ваше решение, ваша практика, ваша методика работает, покажите им. Возможности, а не только особенности, действительно подчеркивают преимущества. И социальные доказательства это и есть вот эти отзывы, примеры, грамоты, титулы и так далее. Покажите, что ваш продукт или услуга уже помогли реальным людям. Попросите, тут как бы ничего нового нет, я должен об этом сказать, попросите людей рассказать о том, как это все было, как блестяще прошло, насколько успешно это было, возможно, сколько денег они заработали с вашим продуктом, кем они стали и что это им дало в итоге. Таким образом, вы не полагаетесь на свои собственные заявления, как это часто бывает, я так думаю, вы полагаетесь на третьих лиц, чтобы убедить аудиторию в том, что вы продвигаетесь. Я согласен, крючок, захват внимания несет манипулятивный характер, к сожалению, ну давайте, вот я не нашел лучшего, лучшего термина, давайте вы свое обобщающее слово, короткое слово предложите сейчас, захват внимания, крючок, зацепка, интрига, у меня такой тоже был вариант при подготовке к абинару, интрига, интрига тоже носит манипулятивный, даже негативный оттенок, крючок, крючок внимания, даже говорят уже не один год про специальное направление управления вниманием, как направление в бизнесе. В принципе, манипулирование может быть как позитивным, так и негативным. Нас при советской власти агитировали, манипулировали, но мы верили в это, потом оказалось, что это неправда, но у нас была искренность, и те, которые нас агитировали, они тоже были искренними людьми, если вспомнить, и это так, поэтому манипуляциям слово может быть и негативное, и позитивное. Взаимодействие всегда или ну да, 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 черное-белое. Мы исходим из презумпции позитивности наших намерений, что применяя слово крючок, мы на самом деле людям даем облегчение от боли. Мы не называем это лекарством или таблеткой, мы захватываем их внимание. Ведь отчего больной пациент идет к врачу, у него возникла боль, вот это крючок, он взял, заставил подняться, встать со стула и пойти к крючку к врачу для того, чтобы избавиться от этой боли. Вот это у него такой крючок, его не надо мотивировать, его боль заставила его действовать. Возможно, таким крючком боль, да, вот, мотивация, ну, мотивация-то широко, я специально вот думаю, этот термин крючок, он более узкий и более специфичный, как особый элемент в целом комплексе действий. Крючок зацепить. И вот, возможно, ваша история также будет полезна в этом введении, не страшно, если вы приготовите живой пример по теме, сделайте какую-то демонстрацию экрана, у нас это хорошо в виде скринкастов, записи видео, или взять пример из реальной жизни, если хотите, чтобы вас поддержали, а не просто чувствовали себя рыбой на крючке. Вызывайте доверие, чтобы крючок не был крючком, а именно спасением. И вот теперь настал момент объяснить, какой этот способ новых дел. Вы говорите, честно говорите, искренне, я не хочу вас зацепить, я хочу вам показать, как ведется дело по-новому. И рассказывайте это им, уходите от слова крючок, делайте позитивно. Что нужно сделать, что от того, что было раньше, что будет сейчас, что будет в будущем. Объясняйте, почему другие альтернативные варианты, ведь кроме вас есть и другие, те же манипуляторы, те же крючки, вы можете объяснить, почему другие не гонятся. Покажите им боль, альтернатив. Вот я тоже беседую с одним будущим спикером, говорю, а что, другие до сих пор кроме вас не работали для решения этой проблемы? Неужели только вы один в мире, который знаете, как решается эта боль? Объясните альтернативные, оцените их по трудоемкости, по стоимости, тогда вам поверят, что ваше решение, оно возникло не на пустом месте. И вот эта вот игра, как вы говорите, манипуляция, действительно это игра, но это игра разума, логики, она идет к тому, чтобы люди почувствовали себя великолепно. Не потому, что вы ими, как вы говорите, манипулируете, вы показываете новый путь, а потом тянете их назад и снова показываете им боль. Возвращаете к этим трудностям ту борьбу. Для чего? Чтобы они не забывали, откуда они хотят уйти, чтобы избавились от этого. Вы должны подчеркнуть большие преимущества, от того, что вы хотите, чтобы они изучали ваш предмет, покупали то, что вы им предлагаете, чтобы они инвестировали сами в себя, не в вас, а в себя, чтобы вы могли понять, они поняли сами себя с той точки зрения, которая имеет отношение к ним, а не к вашему бизнесу. универсальный крючок. я вижу ваши комментарии. Да, универсального крючка найти нельзя, но отделить вот эти элементы, вот эти элементы для себя схематично, как некую логическую, системную последовательность действий, не забыть про них и про этот крючок подумать, вспомнить можно каждому. Тогда будет решение. Вот это, чем мне кажется полезным для всех нас вот эта схема, мы просто должны ее держать в голове или перед глазами и просто последовательно продумывать каждый элемент. Вот здесь я кратко здороваюсь, меня зовут так-то, у нас такие-то задачи, у нас такая-то повестка дня, мы будем говорить столько, и я бы хотел бы начать с вами прежде всего и тут начинаете боль, понимаете? Вот как, вот так, а не наоборот, как это делается, я там такой-то, я работаю там-то, я лауреат, я дипломат, у меня там... Это сразу снимает интерес к вам. Вы пришли не их боль решать, а свою, вы пошли себя показывать, вот эта психология в онлайн очень взрослый, резко понимается и делает разный результат. Так, Ирина Александровна, спасибо. Здесь есть ключок? Да, конечно, вы можете сказать, уважаемая коллега, вы не только в Рособранадзор, вы собственную аттестацию не пройдете, вас отдел кадров даже не допустит к аттестации, если у вас не будет вот это свидетельство о повышении квалификации. Это тоже вариант. Рособранадзор, может быть, ее и не испугает, но это испугает заведующего кафедра. Вы скажете, как же вы будете подставлять заведующего кафедра, если выявят, что вы не подготовлены. Вот, то есть, способов вот такого крючка, создания крючка, множество. да, структура схемы скелета меняется в зависимости конечно. Структура сама по себе вот эта структура занятия, она не меняется, а содержание у каждого разное. Для себя, надзора. Можно и наличные факторы, например, вы говорите, после прохождения этой программы вы станете быстрее выполнять свои задачи. У вас будет больше времени для семьи. Вы не будете тратить время на какие-то там отчеты по вечерам после работы. Это очень сильный крючок. И он сразу захватывает, особенно вот у кого семьи, да и не только у кого семьи, не только пенсионеров. Но вот у людей молодого возраста, среднего возраста, у них дефицит времени. И отдохнуть хочется и погулять. Тут еще работа непонятна, вот это все захватывает. Это очень сильный крючок, если пообещаете экономию времени. Не деньги, а просто время. Это тоже очень сильный вариант. Будет отличным вопрос о том, что в этом ценного для себя. Вы можете спросить и задать им вопрос, что я как заведующий кафедры или как начальник отдела получу для себя. Вот если вы сможете им объяснить, что им пойдет на пользу, тогда они смогут инвестировать свое время в ваш продукт, в ваши занятия, ваши курсы, и вы должны им дать другую картину жизни. Вот это так было, вот так будет. Вот у вас нет этого продукта, нет этого курса, нет этой темы, нет умения говорить, у вас будет вот так и так вы должны эти картины им показать. Дорогие коллеги, я рад, что вы пишете нового, да, 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 хорошо, я рад, что вы уловили вот эти моменты, я думаю, что если сейчас просить знаем ли мы, что такое крючок, уже все это узнают и всем можно сказать, что как бы задача решена. Так, теперь давайте я спрошу у вас еще отвечу на вопросы про формальные результаты, спрошу у вас следующее, вот вы сейчас не увидели ни науки, как говорил уважаемый здесь Бронюс Броневич, ни авторитетов, вы увидели меня Белоножкина, который обобщил практику проведения вебинаров, занятий со взрослыми в виде таких 15 элементов. Скажите пожалуйста, есть ли в этом что-то новое или это абсолютно банальные какие-то примеры, ничего не дающие нового для вашей работы. Мне так кажется, что я вам излагаю полезные вещи, но я могу ошибаться. Где тело презентации? Тело презентации, дорогой Олег Васильевич, перед вашими глазами мной были обещаны 15 элементов, я их раскрыл вот здесь последовательно. Это и есть тело. Я про каждый элемент рассказал его суть. Скачать я не могу, потому что это не только моя собственность, это можно только смотреть. нет нового. Но с другой стороны все логично. Вот коллеги, я как раз и думаю, что я просто попытаюсь разложить по полочками, сгруппировать раздельные части. Некоторые из них как бы известны, допустим, основная часть, вопросы, ответы, каждому известны и видения. Но сказать, что после основной части жизнь не заканчивается, и что вопросы и ответы на самом деле тоже должны что-то решать. И вот должна быть подача, предложение, описание рисков. Вот это все просто хотел добавить. Элементы подачи. 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 Вот смотрите, вы что-то рассказали. Давайте я отвечу на вопрос про подачу от Галины Николаевны. Вы рассказали, как решается какая-то система уравнений, про какую-то теорию рассказали, про какое-то событие рассказали им что-то. И вроде бы какие есть вопросы, на этом можно заканчивать. На самом деле, мы, если работаем в УЗИ, со студентами, не со взрослыми, именно курсом повышения квалификации, вы обязательно должны сказать. Более подробно прочитайте, пожалуйста, здесь показываю ссылку, и там необходимо решить все задания. Ясно? То есть, вы продолжаете основную часть на какое-то следующее действие и закрываете. Вы предлагаете срок до такого-то выполнить задание. Я говорю сейчас языком преподавателя в УЗИ. Это еще не все. Вы говорите, у вас могут возникнуть трудности, не у всех может получиться это задание с первого раза. Для этого необходимо сделать это и указывайте, То есть, вы описываете риски. Они понимают, ага, то есть, он не просто рассказал часть какую-то теорию, он продолжается история после этой лекции. Вы говорите, что может не хватить, вам потребуется там, я не знаю, калькулятор, грубо говоря, вам потребуется какая-то программа, а ее надо найти, ее может быть, и не у всех она есть. Вы им говорите, за это задание вы получите такие-то бонусы. Причем, если это в БРС, в БРС, в системе, вы говорите, напоминаете бонусы, уложите срок, даже если там будет плохая работа, все равно за то, что в срок сделал, получите небольшую премию. Если я получил пятерку, но не сдал вовремя, этот бонус тебе не будет. Понятно? И призыв, вы говорите, я желаю, чтобы вы все это выполнили идеально, чтобы ваша вот эта тема стала одной из ключевых тем в знании вот этой теории вашего предмета. вот подача такая короткая должна быть в конце каждого занятия со студентами, если говорить про студентов. Спасибо. Спасибо. То есть, есть такие преподаватели, которые прекрасно знают теорию, но вот он рассказал все, ну, хорошо, ответил на вопросы, хорошо, этого мало, я не рассказал, что и в вопросах и ответах вы все время сводите вот эту логическую связь, спрашивает студент, и вы чувствуете, что это та боль его задела, вы говорите, действительно, вы правильно задаете вопрос, вы видите ту боль, о которой я говорил, отвечаю по существу. То есть, вот эта логическая связка работает постоянно, и чем быстрее, чем лучше, они поймут, что это им надо, и что вы тот, который эту боль снимает в каждом вот этом действии, который не просто рассказывает, делай раз, два, три, четыре, пять, и будешь счастлив, который постоянно вот эту логику, эту структуру соблюдает. Дорогие коллеги, наше время заканчивается, я должен всех поблагодарить, я благодарю вот Петров, Петр Петрович, вымышленная личность однозначно, за то, что он так резко высказывался, ну, я не обижаюсь, это тоже может быть средство продуктивного взаимодействия преподавателя. Действительно, Людмила Евгеньевна, тут мы сейчас видим и психологию, и логику, и методическую последовательность, и знания предметной области, но вот то, что вы заметили, психологию, у взрослых она особая, это люди со сложившимися личностями, им просто так, как мы говорим, по ушам ездить бесполезно, к ним нужна четкая, структурированная подача, тогда они будут верить, это не студенты, запись вебинара будет обязательно, Павел Юрьевич гарантирует, это всегда здесь принято, записи, вы получите еще и на почту ссылочку, я думаю, что, я думаю, что дело за результатом, большое вам спасибо, за ваши вопросы, извините, что не стал вдаваться, вдаваться в теоретические детали, секрет заднего фона, за мной зеленая ткань, я использую бесплатную программу ОБС для этого, и сижу у себя на кухне дома, мне здесь нравится, где все есть, это ответ на вопрос, если вам интересно не только размышлять, но и действовать в этом направлении, вы можете со мной связаться, можете написать вопрос в группе профи, я с удовольствием раскрою дальнейший секрет, эти более детально, спасибо вам за ваше внимание, еще пару минут, если вопросов не будет, то я отключусь, я желаю вам успехов, дорогие коллеги, используйте вот эти практики, вот эти подходы, я не скажу, что это все я придумал, просто я обобщил то, что увидел за много лет при проведении занятий и вебинаров в онлайн, в том числе со взрослыми, всего доброго, коллеги, да, 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 это сила, совместная, доброго, Павел Юрьевич, уважаемые друзья, давайте поблагодарим Юрия Николаевича за интересный вебинар, вам здесь тоже было в чате, я вижу, достаточно много вопросов, было интересно, надеюсь, что в Директ Академии вам бывает интересно почти всегда, мы собираем, мы подбираем спикеров, которые вам интересны, сегодня у нас пятница, разрешите пожелать вам хороших выходных, ну, а на новой неделе собирайтесь силами и приходите снова в Директ Академию, будет интересно, мы вам обещаем, еще раз, спасибо Юрию Николаевичу, спасибо всем, кто пришел, спасибо, 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 Субтитры создавал DimaTorzok